итак мы начинаем наш замечательный подкаст с вами по-прежнему даша и аня ты отвязалась табуретки нет еще хорошо процессе попытайся попытайся у нас еще целый подкаст впереди до времени полно вот сегодня мы рассмотрим довольно ну не знаю может я просто лазила не по тем областям фандома но конкретно эту пару персонажей мало кто вообще рассматривал ну оно и понятно почему и если честно я тоже изначально не увидела в ней смысла какого-либо но архетипическая пара ребята ребят у нас архетипы да архетипы архетипы мгчд вот все даты это поясняю периодически потому что возможно как пару именно рассматривали я знаю что как пару рассмотрели все и вся из шаурмой рассмотрели там и собаками и совсем вот собак я не смотрела но я верю в них я надеюсь нет слушай после вот мэра москвы и брусчатки после этого пэринга уже ничто не сможет выделиться да даже шаурма в общем вот мы рассматриваем архетипа мы рассматриваем архетипа и вот конкретно эту пару персонажей я не видела вообще какого-либо связи между ними до тех пор пока мне не приснился сон и и вообще половина того о чем я вам рассказываю это вещь которые я так или иначе словила по снам потому что там очень очень хорошо видны вообще все эти энергии и персонажи раскрываются просто как в многомерном пространстве да как видите приснилась четвергая на пятницу вот мы учим да обожаю сны и обожаю спать в общем да я бы хотела вообще начать с ну немножечко не прямо с темы а с бокового ответвления про гречкина потому что ну я человек простой когда я смотрю фильм и вижу противных персонажей они мне не нравятся и после фильма ты еще долго отходишь и постепенно как бы приходишь к формуле а фандоме бабу потому что у нас все милые замечательная стая очень часто ходит фраза то что если тебе не нравится персонаж и прям бесит до дрожи то это значит что актер сыграл офигительно и после этого как бы мне потребовалось несколько дней для того чтобы пересмотреть свое отношение к персонажем как раз таки гречкина и стрельникова я поняла то что да они стали возможно только благодаря офигительнейшим замечательнейшим актером которые смогли как бы выразить те эмоции его и вызывать зрители тем те эмоции которые они должны вызывать да единственное гречкину немного не повезло с ним не сделали подкаста с его актером актер гречкина ты можешь пока посмотреть как его зовут а то я не хочу обижать этого человека просто да реально я понятно таких и оппозиции здесь до юрина чтобы ты не вот юрина сон и надеюсь что правильно ударение поставлена просто не из баба сняли замечательные подкасты вот практически со всеми вот из тех кого мы будем рассматривать они сняли про всех кроме гречкин я я не знаю почему они так обошли на сонова но поскольку я изучала имена и фамилии все остальное и вообще темперамент актеров именно по подкастам с насоновым я ушла в минус ну я реально не знаю что это за человек катков утверждает то что это няшка по типу сетейкина такая же булочка замечательная но я жду подкаст что подкаст бабу сказали что пообещали что может что-то будет и это будет замечательно в общем да такое лирическое отступление ну просто для того чтобы не начинать с того что как персонаж гречкин это просто чисто чистейшее зло которое наверное вывешивает практически всех фильме я я не знаю существуют ли вообще люди которые бы не захотели его убить и которые бы не ликовали ладно когда начался фильм я уже не ликовала потому что я знала чем гречкин закончит и это было немножко но грустно ну типа когда ты знаешь заранее что человек умрет это вообще нифига даже если он умрет справедливой жажды и мести ну в общем да гречкин был тем самым персонажем который стриггерил послужил вот этим спусковым крючком для развития действий разумовского но не разумовского олега олега и птички опять же ну не будем слишком сильно упрощать серёгу потому что создатели заявили что птица персонаж довольно умный и если бы допустим ей не подвернулся игорь они бы рано или поздно поставили бы под чумного доктора какого-нибудь другого человека и все было организовали поэтому далеко не факт что если бы гречкина не было то скорее всего разумовский мог бы стриггериться из любого другого события заявил бы то что там не знаю банк исаева или свалка в конец его достали хотя ну сюжетный ход естественно очень мощный типу чувак сбивает девочку насмерть и после этого его отпускают ну тут бы любой разозлился абсолютно любой и лёшу макарова мы потом еще отдельно рассмотрим это тоже очень важный персонаж но мы его будем смотреть уже с точки зрения вот как раз таки детских персонажей там будет параллель серёжей а тут я бы хотела даже больше сконцентрироваться на том что у этих двоих общего потому что общего на самом деле чем более чем дофига это деньги деньги у них ладно не в них были растет на обоих их было много может что-нибудь скажешь нет я слушаю пока спасибо подкаст имени меня ну просто я бомнить начинаю отлично на денег у обоих много очень очень много но совершенно доставшиеся разным путем для гречкиного богатство осталось как бы в наследство он не знает ему сыну опять же вернемся к проблемам дом романовых одна из все вернулось на круги своя да все вернулось на круги своя но предпочитаю искать исторические параллели скажем так и у романовых тоже была эта проблема у них хорошо шутка про голубые занавески вы занавески до нашего подкаста это романовым ищем то чего не было спонсор наших знаний о романовых павел перед замечательный экскурсовод который живет в к счастью для него к сожалению для тебя да вот и такой я даю вообще-то в москве тоже экскурсии но теперь кажется не буду нет он нам не платил пока не платил за рекламу тут скорее платить за то чтобы не упоминали в общем что было с романовыми им всем там выдавали на содержание в год тысяч по 200 рублей императорские рубли это не наши рубли это чуть больше чем дофига это чуть больше чем дофига то есть но на 60 тысяч можно было купить нормальный хороший особняк в центре питера 200 тысяч в год это чуть больше чем дофига они оперировали зачастую и более крупными суммами иногда эти суммы доходили до миллионов рублей и все это но иногда это спускалась на хорошие нужды иногда это спускалась на дам очень сильно зависело человек в общем это 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 проблема романовых но вместе с этим у них была еще другая фишка у у некоторых из них я не знаю у всех ли только вот у тех которых тогда упоминали в подкасте им до определенного возраста выдавали вот на содержание там 10 рублей в неделю в месяц ну короче вот очень маленькие карманные расходы по сравнению с содержанием 200 тысяч по достижении взрослого возраста и поэтому многие отмечали то что там чувак может чувак очень сильно жмотится из-за какой-то там мелочи там в каких-то мелких покупках но при этом не глядя там жертвовать десятки тысяч рублей то есть понимание цены деньгам не было вообще они не понимали что деньги это вот платежеспособность вот то что деньги зарабатываются то что это труд или еще что-то для них это было вот не знаю я не знаю я никогда не пойму как они воспринимали деньги не все такими были понятное дело но я думаю даже хорошие из них все равно как бы не ощущали это до конца это никогда у тебя степуха пара тысяч ты пытаешься в нее впихнуть хоть что-то кроме еды и призного это немножко другое впихнуть не впихуемое но как бы да у них совершенно другое восприятие и я думаю гречкина была та же самая проблема он счет деньгам как бы не знал и вдобавок ко всему имел неосторожность быть довольно эгоистичным чуваком который не не понимается то что сбить человека это фигово то что это ну как бы трагедия полный ноль по эмпатии и и я не знаю как описать я думаю если вы смотрели фильм вы и сами прекрасно ощущаете все эти вайбы и то почему вы так не возненавидели гречкина с первых же раз с первых с первых же кадров до ненависть первых кадров и вот именно этой черты у разумовского совершенно нету то есть даже когда разумовский оказывается в своем обычном как бы облике миллиардера на вечеринке в золотом драконе у вас вообще ни разу не возникает ощущение того что он должен быть как-то наказан за это потому что серёга вырос в детдоме там была одна замечательная шутка и я не знаю чего авторство это было ау ауф ауф да по моему это был как раз таки разгром когда серёг с игорем моют посуду на кухне да игорь приходит на кухню а там серёга моет посуду и игорь такой ты чё миллиардер чё ты моешь посуду и и и серёга такой ну блин я вообще-то вырос в детдоме я знаю каково это жить в общаге я в институте жил вообще я знаю как готовить еду как ее мыть да типа я я бы то нормальный чувак ну вот создатели данного подкаста верит что серёга действительно умел мыть посуду сам и понимал каково это когда ты живешь вообще обездоленный фигово я думаю в детдоме он прекрасно знал цену деньгам и может даже слишком хорошо знал и поэтому чувак разбогател сам чувак разбогател за счет собственных мозгов за счет бумага чувак можно это все записывается не в подъезде с бутылкой пива если что хотя создается совершенно другое впечатление на кухне с чайком чайком да чёрный с рождественские букеты у тебя детокс по-моему да я знаю вас интересует какой у нас чай ночью если у каткова спросили какой чай пьет катков может и про наш спросите да сомневаюсь что ну ладно я тоже сомневаюсь ну давай не будем это рассказывать в общем да серёга смог разбогатеть потому что он весь институт этого сейчас из комиксов из комиксов предыстории в фильме скорее всего останется примерно то же самое он во время института пока все остальные там занимались своими личными благоустройством личной жизни и выпил выпивкой он сидел и изучал программу программировал 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 изучал изучал и программировал и в итоге создал соц сеть вместе за счет которой разбогател кстати мы все еще не ввели эту замечательную шутку то что скорее всего бабл просто мечтают о серёге который бы купил весь их контент и и у бабл были бы деньги и у читателей был бы бесплатный доступ ко всем комиксам и это было бы идеально у тебя жизненная цель разбогатеть теперь я так думаю да разбогатеть и купить бабл да? я бы хотела чтобы бабл купил мой муж нет уже пора перезаписывать или еще нет? я не знаю у тебя далеко идущий план у меня ужасный план да извините да давайте вернемся к Серёге и тому что мы восхищаемся тем что свои деньги он заработал сам поэтому знаешь как ты говоришь о моем я ветошью просто рядом а ты не восхищаешься? я всем восхищаюсь я знаю ты тоже восхищаешься людьми под каждым словом нет серьезно тебе это нравится когда люди занимаются бизнесом и ведут его успешно и за счет этого преобразовывают реальность к лучшему ну кому это не нравится когда люди адекватные да ну вот как бы пока все богачи в этом золотом драконе кажутся потенциальными как бы номинантами на вылет от чудового доктора мы понимаем то что Серёга заслужил свои деньги и он их так или иначе достойно и он все равно потратит на благотворительность вы видели какой замечательный детский дом в фильме показан вот то как его Серёга облагодетельствовал это прям это вообще пять баллов господи это так круто там такая отделка да я так давай дальше по теме что еще хотел сказать да что я хотела сказать я хотела сказать то что и Гречкин и Разумовский имеют еще одну общую черту кроме денег это желать это они делают то что хотят ну к Серёге это не совсем сильно относится потому что скорее это делал что хотел Олег и в данном случае мы скорее берем Серёгу в комплексе но вот Гречкин хотел сбивать детей просто так и безнаказанно и он это делал а Серёга считал то что так делать нельзя и он Гречкина сжег конец 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 спасибо за внимание да ну в общем я к тому то что так или иначе оба чувака в итоге чё у тебя какой-то сегодня интересный слаг ты знаешь ну они оба молодые оба парни по-моему это идеально подходит под слово чувак если бы один из них был прокопенко это бы слово звучало бы ощутимо реже ты как будто из романовых чувака запитнула я сейчас вот не думаю что этот инструмент можно засчитать честно говоря романовы тоже когда-то были молодыми когда-то очень давно да и как бы оба делают что хотят и в итоге добиваются своих поставленных целей просто конкретно в рамках фильма получилось то что разумовский в своем энергетическом развитии ушел намного дальше Гречкина и получилось то что Гречкин ему как бы перешел дорогу в идеологическом плане он ему мешал как фигура как и идея того что можно безнаказанно делать что угодно и Серега просто эту фигуру смел и да по-моему это замечательное наблюдение но фишка в том то что как бы изначально у них и есть общие черты и когда ты начинаешь об этом задумываться когда ты задумываешься о том что они оказались вот на своих ролях только потому что так прописан сюжет а раскладов могло быть чуть больше чем дофига других разных и фиг его знает кем вообще был Гречкин какая он был личность чем он увлекался кто знает может быть если бы у него произошли определенные события то он бы тоже стал каким-нибудь идеологически забавным парнем а не только бы занимался выпивкой и Виолеттой поэтому Виолетта это кто? Виолетта это то что возбуждает блин нет погоди стой Грома возбуждает Гречкина а Виолетта это просто хорошо все ладно да мадам которую Гречкин скажем так арендовал да арендовывает машина здесь скорее снимают снимал да пока был шеф да она просто не пол третьего ночи да рассуждаем о том надо ли снимать или арендовать арендовывать в общем да она просто была только в комиксе и фильм не вошла и создатели говорят что так стало намного лучше давайте им доверимся мне лично как-то пофигу да она все равно как выяснилось на сюжет она не настолько уж и сильно влияла так что да я думаю на этом мы в принципе можем закончить подкаст или мне еще рассказать сон про Гречкина ну я могу еще про Руну что-нибудь сказать но в целом я думаю про Руну мы еще поговорим да ну просто суть сна была в том что я поняла что Гречкин и Разумовский это примерно один и тот же архетип богатого парня просто один развит сильнее чем другой а начало примерно одно и то же самое в общем да спасибо всем за внимание да встретимся в следующем подкасте для нас это будет через 5 секунд а вы когда а вы там и посмотрите ночь будет длинный ночь будет длинный и и и